МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По ночам в музеях царит тишина, а экспонаты скрыты во мраке. Но один раз в году все кардинально меняется. Ночь музеев превращает выставочные залы в пространство для неформатного общения с искусством. В чем феномен этой акции и почему она так привлекает к себе людей? Давайте разбираться. Первыми свои двери после заката стали открывать музей Берлина в 1997 году. Акция так понравилась туристам и деятелям искусства, что к ней стали присоединяться музеи всего мира. Сейчас события такого формата ежегодно проходят в 40 странах и объединяют более 3,5 тысяч музеев. Российские галереи распробовали ночную жизнь в 2002 году. При этом общего регламента проведения ночи музеев не существует. Полная свобода творчества. В каждом городе свои идеи, особенности и правила. Омская ночь музеев стала настоящим событийным мероприятием в сфере туризма. И, конечно же, самый главный такой отличительный признак – это автобусные маршруты. Когда мы разрабатываем специальную экскурсию, которая уложится на главную тему этого года, и выстраиваем определенную автобусную сетку, что человек может сразу охватить множество музеев в рамках как раз работы основных площадок. То есть садится на автобусы на одной остановке, проезжает круг, например, слушает экскурсию, и далее, например, выходит и обратно следует по своему намеченному плану. Это очень удобная концепция, которую уже не один год зарекомендовала себя в Омске. Конечно, в силу того, что сеть разрастается, у нас очень много музеев подключается впервые, это требует определенной модернизации. То есть нужно оптимизировать именно маршруты, количество автобусов. Но, тем не менее, сама концепция, когда есть автобусные, экскурсионные маршруты, есть подготовленные экскурсоводы, есть хорошая система внутренней городской навигации, волонтерской, это как раз наше, ну, не то чтобы изобретение, но именно наше новшество, которое мы активно используем. Ночь музеев – это не просто показ в неурочное время экспонатов, археологических находок или живописных полотен. Порой это настоящее театральное действие. Лучи закатного солнца и особая, размеренная, тягучая атмосфера вечера придает акции исключительный эффект, а музейные коллекции в буквальном смысле являются зрителю в новом, вечернем свете. Поход в музей сегодня – это признак элитарной или массовой культуры? Это признак массовой культуры, потому что музей сейчас доступен как никогда. Были раньше разные формы цензов музейных. Например, вы не могли попасть в музей, если у вас нет кожаной обуви. Это когда-то было довольно-таки серьезным препятствием. А, в общем, были музеи, которые частный характер носили, и вы могли исключительно по причине сословной туда не попасть, либо были очень высокие цены на билеты. То есть тысячи причин есть, по которым музей не был доступен всем. Но вот содержание музея, как мне кажется, становится все более и более элитарным. Это не для всех музеев. Но музеи современного искусства требуют некоторой подготовки. И вот это, пожалуй, делает музеи менее доступным. Удивить – одна из главных задач ночи музеев. С развитием телевидения, видеохостингов и социальных сетей зрители стали насмотренными и оттого привередливыми. А еще устали от обилия информации. А значит, за рассеянное внимание гостя приходится по-настоящему бороться. Сотрудники музеев тратят немало сил, чтобы придумать новые формы и форматы общения публики с предметами искусства. Ночь музеев привносит в это галерейное пространство немного такой попсовости, элементы шоу. Это, на ваш взгляд, не мешает общаться зрителям с искусством? Это очень сложный вопрос. В общем и в целом в музейной жизни вот эта вот идея какого-то взаимодействия со зрителем, общения активного, зритель не отстраненный – это же общечеловеческая тенденция. И даже не общечеловеческая, но, наверное, общечеловеческая, можно сказать, это в общем в культуре есть. Люди хотят праздника, люди хотят развлечения. Более того, они хотят участвовать. То есть им хочется принять свое участие, и это делает музей популярным. Я не знаю, мы живем во время, когда очень быстро меняются культурные стратегии самые разные. Пусть эти люди придут в музей как шоу. Почему бы нет? В этом нет ничего плохого. И, может быть, они останутся там как внимательные созерцатели, если в нашей культуре эта стратегия вообще останется внимательного созерцания. Кстати, философ Фуко вообще говорил, что музей, где вы должны себя вести определенным образом, вы как-то, знаете, в музее желательно резинку не жуют, и как-то вот очень строго, и это видно, люди как-то подбираются немножко в музее. Он говорил, что это репрессия, что это некая репрессия против человека, то есть это еще один инструмент некого структурирования личности. И общая тенденция на свободу, которая в нашей культуре есть, она и, может быть, воспринимается как некое опопсовывание, да. То есть мы как будто бы лишаемся некой строгости, которая в этом доме мус, да, в этом храме должна быть. И это довольно-таки острый вопрос вообще в идее развития музея. Музей должен оставаться храмом или он должен как-то ближе, да, подойти к своему зрителю и, возможно, потом вернуться, да, в это состояние особенно, а может быть, не вернуться, и стать чем-то популярным, и остаться таким доступным и близким на расстоянии одного шага. Мы как бы делаем большой музейный проект, такой, каких мы не делаем в течение года, потому что для нас это вот такой просто выход и возможность эксперимента. Понятно, что это на мероприятии сегодня, например, это другой зритель, это люди, которые, может быть, никогда не были у нас в гостях. Поэтому как бы это новые знакомства, это расширение горизонтов, если это говорить о ночи как мероприятии, да, это всегда какие-то новые, допустим, программные участники. Для наших посетителей есть возможность посетить музей в некотором неформальном ключе. Гуляя с детьми по исторической части нашего города, мы можем зайти сюда и вкусить некоторую часть истории нашего города, вплоть до переходного периода в 00.00. У нас будут медиации. Медиация – это возможность поговорить про искусство. Очень часто люди боятся, что музей хранит высокое искусство. И кто я такой? Я ведь не искусствовед, я ничего не понимаю. Наверное, мне в музее будет некомфортно. Вот медиация – это такой формат, который позволяет понять, что мы все, глядя на произведение искусства, считываем что-то свое для нас значимое. Даже если просто мы смотрим на картину и говорим «она красивая», это уже тоже результат. Ночь музеев не ограничивается лишь пространствами выставочных залов. Экскурсии, лекции и мастер-классы проходят прямо на улицах города, а экспонатами служат сами здания. В историческом центре Омска всегда многолюдно. Однако в ночь музеев у жителей и гостей города есть возможность не просто увидеть здания снаружи, но и заглянуть внутрь большинства из них, побывать на исторической экскурсии, попробовать себя в роли археолога, узнать, как был устроен быт служилых людей в 18 веке и зачем они всегда носили с собой ложку. Для того, чтобы не завалить саму и не передать, если вы больны вирусом или что бы то ни было еще дальше, у каждого были свои ложки. Можно ли сказать, что Омская крепость – это такой, по сути, музей архитектуры под открытым небом? Ну, в какой-то степени да, потому что здесь есть уникальные здания. Ну, уникальные, конечно, и для нашего города. То есть подобные архитектурные строения, скажем так, военного назначения есть и в других городах. Ну, вот у нас они сохранились в достаточно большом количестве. Есть у нас уникальный арсенал, там, где были артиллерийские мастерские, есть цех Гаусс. То есть, да, во многом, да, это уникально все. Для чего Омской крепости участвовать в акции «Ночь музеев»? Потому что, в принципе, у нас есть всегда доступ, потому что бы сюда прийти, посмотреть на эти архитектурные экспонаты. Для чего открывать двери этих экспонатов и пускать туда людей? На сегодняшний момент Омская крепость – это еще интерактивные исторические площадки. Это наше стремление и, скажем так, движение, какой-то вектор к созданию исторического парка. Как все наши архитектурные здания, мы сейчас наполняем музеями без стекла, музеями исторических реконструкций, живым общением с экскурсоводами, с очень интересными людьми. И «Ночь музеев» – это прекрасная возможность показать наши достижения большому очень кругу жителей, гостей города. Именно, ну, я думаю, что «Ночь музеев» для всех именно для этого и нужна. Большие городские пространства – это огромное поле для фантазии и воплощения смелых идей. На территории Аграрного университета, который стал постоянным участником Всероссийской акции, для гостей организовали экскурсию по учебным корпусам и лабораториям. А еще предложили поучаствовать в пешем квесте, зайти в самые отдаленные уголки этой большой зеленой территории и узнать интересные факты из истории университета. Цель участия в акции – стратегическая – сформировать положительный имидж учебного заведения и привлечь новых абитуриентов. На фотоквесте людям нужно будет ходить по нашим достопримечательностям, находить какие-то подсказки для того, чтобы узнать историю нашего института и как-то поделиться с другими людьми, чтобы они также приходили на День открытых дверей. И, конечно же, увеличить приток новых студентов в наш институт. Надеюсь, это у нас получится сделать. Я считаю, что это довольно-таки крутой формат, просто потому что ты находишься на свежем воздухе, гуляешь, дышишь, общаешься с другими людьми. Ты можешь с одного квеста перейти в другой. То есть это огромный пласт фантазии, который ты можешь на себя применить и поделиться с другими людьми. По-моему, это круто. Насколько вообще ход на новые музеи присоединяется к акции? Тут двоякая ситуация. То есть можно гнаться за количеством музеев, но упустить именно глубину мероприятия. Можно не работать с новыми партнерами, но в то же время проработать концепт. Можно вот такой простой пример привести – аграрный университет. В прошлом году у нас принимали участие локации главной площадки, то есть главный корпус, территория, прилегающая к нему. Они сделали квест на территории. Сейчас это уже пять локаций. Это музей геодезии, землеустройства. Это анатомический патолого-анатомический музей, ботанический сад и музей истории Омского ГАО. То есть в прошлом году они поняли, что это не просто какая-то риторика получается, что мы такие молодцы, мы участвуем. Это еще на самом деле практический результат, очень позитивный. Приходят студенты, формируется имидж организации. То есть определенный взлет именно бренда происходит. И поняли, что это целесообразно, мы должны как-то объединить усилия и подключить новых. И вот так вот у нас в этом году сложилось с ними. Каждый год количество точек на карте ночи музеев увеличивается. Нет, музеев больше не становится. Парадокс, подумаете вы, на самом деле все просто. Присоединиться к этому общегородскому празднику может каждая организация, которая бережно хранит свою историю, ценности и хочет поделиться своим наследием со зрителями. Например, в Омском цирке подготовили для посетителей музейную коллекцию из значков, открыток и афиш. А еще гостям дали попробовать себя в роли цирковых артистов. Ночь музеев это что-то таинственное, это что-то удивительное. И каждый музей, в том числе и каждый участник этой акции, старается чем-то удивить. Так вот, для зрителей это здорово, можно раз в год прийти и удивиться. А для коллективов, учреждений культуры, музеев, это прекрасный стимул немножечко активизироваться и придумать что-то нестандартное. Потому что ни для кого не секрет, все учреждения культуры, как правило, работают шаблонно. А Ночь музеев заставляет заработать мозг, заработать всему коллективу на предмет генерации новых идей, новых фантазий, которые можно реализовать с легкостью в рамках Ночи музеев. Мы не первый раз в Омске на Ночи музеев, а в цирке первый раз нам очень нравится. Красиво, зажигательно, необычно. Но нам нравится этот формат, что он вне рабочего дня, что мы можем свободно посвятить несколько часов осмотру музеев. И что у нас, к счастью, в Омске этих музеев много. И помимо музеев еще открывают свои двери и Омский цирк, и духовные семинарии, и другие необычные места. Еще один способ стать участником акции Ночь музеев – любить искусство и открыть арт-мастерскую в здании с историей и красивым видом на Омский Арбат. Обычно здесь проводят мастер-классы и выставки молодых художников. Но в рамках акции сюда пришли те, кто хочет расширить свое представление о культурной жизни города. Нам очень интересно делиться с людьми творчеством и объединять их в каком-то общении, в том, чтобы это было интересно. В принципе, мне самой очень важно, чтобы в Омске были такие места доступные, куда можно прийти, провести свое время. И, собственно, Ночь музеев – это большой помощник в том, чтобы нас узнали и люди могли прийти, провести время. Собственно, сейчас мы это и делаем. Расскажите, зачем вообще пришли на Ночь музеев? Что хотите получить от этой ночи? Приключения. Я за приключениями. Куда-то конкретно за вкусным чаем. Хорошим. Творческие люди, настроение, эмоции. Круто же. Ничего не прийти. Будет весело сто процентов. Но вообще без ожиданий. Все в моменте. В потолоке. Традиционно Ночь музеев проходит в мае. Однако готовиться к проведению акции участники начинают за несколько месяцев до назначенной даты. Задача сложная. Нужно не просто придумать развеску полотен для очередной выставки, а устроить праздник для всего города, придумать концепцию и привлечь зрителя. И если для посетителей это возможность взглянуть на картины и скульптуры под другим углом, то для сотрудников музеев немного похулиганить и проверить себя на прочность. Я всегда новых сотрудников. С одной стороны заманиваю, с другой стороны немножко так стращаю тем, что скоро будет ночь в музее, вы еще не пуганы у нас. Ну, потому что, конечно, это работа, которая вот реально 24 на 7 на протяжении многих месяцев, начиная с проектной какой-то задачи, с концептуализации проекта и заканчивая именно стройкой в пространстве. То есть в последнюю неделю мы практически не спим. И как бы мы привыкли, в общем-то, к этому. Соня, я знаю, что для тебя это первая ночь музея в твоей карьере. Как проходит крещение твоей этой акции? Ну, на самом деле, конечно, была предупреждена о том, что это достаточно сложно. Скорее, сложной была подготовка, потому что это очень интенсивно. Мы долго готовили этот проект, долго его продумывали, долго его притворяли в жизнь, на самом деле. Но сама ночь только началась. Ну, пока что я в полном восторге и надеюсь, что в таком же темпе и продолжим и закончим сегодня эту ночь. Главная цель любого музея – сохранить произведение искусства. Поэтому во время ночной акции смотрителям приходится быть особенно внимательными. Ирина Веревна, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы уже работаете в музее? Я работаю с момента открытия вот этого замечательного нашего здания «Эрмитаж Сибири». Он открылся 8 ноября 2019 года. А ночь музея – впервые на ней работаете? А ночь музея – вот удивитесь ли, восхититесь – впервые. Людей очень много. Какой-то есть у вас подготовка особенная к этой ночи? У нас онлайн, и наш диспетчер нам все там описывает, что будет, какие экскурсии, какие выставки, в какое время, что будет за пределами, что здесь. То есть все это нас инструктирует, конечно. Не страшно ли вам сегодня, что что-нибудь может случиться с экспонатами? Ну, я думаю, нет, мне не страшно. Я, как говорится, улыбаюсь, уважаю, как говорится, почитаю нашу замечательную постель. Вообще я люблю людей, поэтому у меня все это на позитиве всегда. Я работаю в музее три недели, и я почувствовала, что сегодня очень торжественный день. Так готовились к нему все работники. И я даже чувствую, что люди какие-то другие сегодня пришли, они почувствовали праздник. Может быть, к концу этого времени, которое отведено для ночи, может быть, что-то и будет, что нам придется действительно быть внимательны. Но пока все очень спокойно. Ночь музеев – акция, которая дарит ощущение общего праздника интеллектуальной жизни. И хотя для многих поход в музей в ее рамках первый за долгие годы, люди чувствуют себя причастными к чему-то возвышенному и начинают интересоваться искусством, что называется «копать глубже». Ну или просто вспоминать прекрасный арт-вечер. Ночь музеев – это не только погружение в искусство, но и возможность для развлечений. Например, здесь ребята играют в настольные игры в окружении картин. Ребята, привет! Здравствуйте! Расскажите, почему вы сейчас не картины созерцаете, а в игры играете? Потому что мы пришли для игротеки. То есть вы специально сегодня пришли на ночь музея, чтобы поиграть? Да. А вообще будете как-то наслаждаться искусством, разбираться в нем, стараться? Да. Мы когда шли, разбирались, потом дошли до игротеки. У нас не получилось, мы решили поиграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ночь музеев проводится все-таки в такой весенне-летний период, когда уже на улице тепло, есть желание выйти за пределы помещений, будь то дом, работа или какие-то учреждения культуры. Но вот если говорить о посещаемости, все-таки, как мне кажется, часть людей, которые приходят к нам в ночь музеев, не имеют возможности прийти в другие дни, потому что у музея есть свой график работы, режим работы, а у людей очень плотная жизнь сейчас. Мы надеемся, что они увидят, что музей – это место дружелюбное, это место, где человеку всегда рады, и более того, это место, где красиво, безопасно и приятно, потому что нет никакой рекламы, нет никакого информационного шума, есть человек и есть прекрасное большое искусство. Здесь работает эффект события, потому что, в общем, многие люди, сходив однажды в музей, в школе, например, они считают, что они свою культурную программу выполнили, и в этом, ну, на самом деле нет ничего плохого, здесь музей не апостол, да, он вас за собой звать не будет. Но «Ночь в музеях» превращается в событие такое известное, на слуху. И многие люди, которые раньше в музеях-то не были, они отправляются в музей именно на это событие, где есть музыка, песни, танцы. Возможно, это становится первой встречей и историей долгой любви с музеем. Как тебе кажется, какое будущее у этой акции в Омске и, может быть, вообще по всей стране? В Омске однозначно эта акция станет событийным мероприятием именно в туристической сфере, которая будет показывать наш главный бренд «Омск. Культурная столица Сибири», «Дом Калчака. Центр изучения истории гражданской войны», «Музей Врубеля», «Музей Достоевского», «Краеведческий музей Омской крепости». То есть те бренды, за которыми едут и так в наш город, которые спрашивают. Поэтому однозначно Омск будет развиваться в направлении именно вот этой единой акции маршрутных сеток, определенной системы навигации в городе. И, конечно же, мы будем работать на расширение и, наверное, на наиболее глубокую демонстрацию вот этих всех ресурсов, которые есть в культурной жизни нашего города. Конечно, бы хотелось, чтобы это все только увеличилось, чтобы к нам приезжали больше из других городов на эту акцию. И в следующем году, я думаю, что мы таким образом и поступим, что мы будем подавать это не просто как городское событие наравне с какими-то другими, что это будет такое якорное событие в сфере культурной жизни нашего города, которое сможет стать очередной точкой притяжения, инструментом притяжения как раз людей из других городов. Редактор субтитров А.Семкин